Уже третий год в России действует туристический кэшбэк, по которому можно вернуть часть стоимости за путешествие по стране или за проживание в гостинице. По данным Ростуризма, благодаря беспрецедентной мере поддержки удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Стоит отметить, что программа лояльности пользуется популярностью у населения. Так, в 2021 году туристическим кэшбэком воспользовались почти 2 миллиона россиян. Им на карты напрямую вернулось почти 7 миллиардов рублей. Что касается Хабаровского края, то по данным за 9 месяцев прошлого года, свыше 900 жителей и гостей края получили возврат на заоказанные туристические и гостиничные услуги на общую сумму порядка 4 миллионов рублей. Сколько туроператоров и гостиниц региона подключились к программе лояльности к 2022 году? Где найти информацию о турах? Когда начнутся продажи по детскому туристическому кэшбэку? Об этом поговорим сегодня, по этим вопросам поговорим сегодня с исполняющей обязанности министра туризма края Екатериной Пунктус. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, доброе утро. Многим-многим туристическим кэшбэком интересуются. Вот продажи уже стартовали, уже надо торопиться. С 15 марта у нас стартовало окно продаж, до 1 мая путешественники, жители нашей страны могут осуществить покупки, а до 1 июля совершить эти покупки по нашей стране. Главное условие это карта мир и путешествие от двух ночей. И все осталось неизменно. Это также у нас возвращаются, покупаем путевки, возвращаем 20% себе на карту, там максимальная сумма 20 тысяч рублей. А купить тур можно какой-то определенной компанией или в принципе где угодно, нет разницы? Это хороший вопрос, очень важный. Обязательно, когда путешественники, жители пытаются сформировать себе тур, заходите. Надо заходить на сайт Мир Путешествий, ознакомливаться с участниками этой программы, смотреть тот или иной оператор, которым вы хотите воспользоваться, участвует ли в этой программе, или тот или иной отель, средства размещения также входит ли в эту программу. То есть не все, нужно именно по списку смотреть, кто поддерживает эту программу. Ну этот список расширяется, он большой, и все участники хотят вступить в эту программу, как и средства размещения, так и операторы. Ну и напомним, что мы говорим о пакетных турах, да, мы не говорим о том, что перелет куда-либо в другой город и обратно, на несколько дней так погулять просто по Санкт-Петербургу, например, как сейчас популярно, это не является тем путешествием, за которым можно получить кэшбэк. Перелет нет, но средства размещения, вот вы в отеле с ним забронируете место, вот тут можно вернуть. А нужно предоставлять какие-то документы или кэшбэк приходит автоматически? Регистрируем карту Мир, самое главное, чтобы платежная система была Мир. Регистрируем карту, и вот с нее производим оплату, и в течение пяти дней сумма возвращается. А куда зовут турфирма? Какие направления есть? Какие маршруты есть? Наши операторы приглашают как и по Дальнему Востоку путешествовать, так и в другие западные регионы нашей страны, по Хабаровскому краю обязательно тоже есть интереснейшие экскурсионные программы. Например, могу привезти дальневосточный круиз, железнодорожный круиз, вернее, путешествуем по краю, по-моему, называется. Это предлагается Хабаровск, Комсомольск на Амуре, Советская гавань, Амурск. С наполнением экскурсионными программами, естественно, интересная история. Сама хочу попробовать, есть у нас такая экскурсионная программа, интересная, как Юрий Гагарин звезду в Хабаровске искал. Это с достопримечательностями как в нашем Хабаровске, так и посещением космодрома Восточный. Такая интересно наполненная тоже история. А вот в прошлые годы показали, что куда предпочитают жители региона отправляться, какие востребованы направления? Это и наши краевые программы и объекты. Это и Санкт-Петербург, Москва, Казань, Байкал, Владивосток. Шантары, туда можно ли поехать? Предлагают ли наши туроператоры сегодня какие-либо программы по посещению китов? У нас сейчас 15 туристических компаний подключились и 20 отелей. Чтобы прям подробно посмотреть, кто куда приглашает и... Предложений действительно много. Да, вот заходим на сайт Мир Путешествий, смотрим, ознакомимся. Или следим за нашими социальными сетями, официальными. Ну, видим ли мы, что на сегодняшний день, что реализация программы развития внутреннего туризма в регионе, она начинает приносить свои плоды? Есть ли перенаправление туристического потока? Не выезжают люди из края, путешествуют по краю? Да, конечно, есть. И об этом показывают наши цифры, что у нас и люди любят и хотят путешествовать, узнавать свой край. Вот, например, главная, одна из главных задач Министерства туризма – развитие доступного отдыха для жителей нашего края в крае. Мы вплотную работаем и с туристическими компаниями, и с туристическими организациями по разработке каких-то акционных предложений, событийных мероприятий. Уже есть отклик и большое спасибо нашим организациям туристическим. Пользуясь случаем, хочу и вас пригласить, и всех наших зрителей. В эти выходные через неделю на туристическом комплексе по направлению села Воронеж будут проходить различные мероприятия со скидками как для детей, так и для взрослых. Будут бесплатные развлечения для детей. Мастер-классы. Сейчас, чтобы подробно об этом не рассказывать, заходите на наши официальные сети и ознакомливайтесь. Также в Солнечном районе, на нашем знаменитом горнолыжном курорте, тоже будет акционная программа, мероприятия различные. Это важно знать, а тут живешь в Хабаровском крае, даже и не знаешь, какие направления, какие маршруты можно посетить. Что там в Хабаровском крае, мне нужно было сниматься, участвовать в съемках, когда открывалось только на Халдаме, был первое молодежное мероприятие. Я узнал, что оказывается мне нужно сниматься на сопке, высокой сопке, прямо около Хабаровска. Оттуда невероятно красивые виды, я вообще жить не знал, что там что-то есть такое. Надо узнавать. Но у нас еще сейчас многие интересуются, как занять детей, куда можно отправить, в какой лагерь. Детский кэшбэк туристический. Что вот здесь? Там такие же правила, как и со взрослым, как с обычным? Или что-то другое? Основное правило, это что мы ребенка можем отправить в детский загородный лагерь на протяжении всего летнего периода. И еще одно из самых главных правил или отличий, скажем так, что это 50% от стоимости путевки. Также максимальная есть лимит, это 20 тысяч рублей, но тут уже половину стоимости родитель может вернуть себе также на карту МИР в течение некоторого года. Продажи стартовали уже по детскому? Продажи стартуют с 30 марта по 31 в ночь, покупать можем до 1 мая путевки и отправлять деток можно с мая до конца августа. Неважно сколько смен, если там несколько детей в семье, можно несколько покупок совершать и по каждой покупке будет возврат. В общем, еще раз напоминаем нашим зрителям, если вы интересуетесь, в каких направлениях можно отправиться в Крае, в России и получить туристический кэшбэк, вы можете зайти на сайт МИР путешествий, все внимательно там посмотреть. Путешествуйте, надеюсь, такая возможность у вас есть. А такая возможность у вас есть. Екатерина Пунтус у нас была в гостях, исполняющая обязанности министра туризма Края. Продолжение следует...